Агрессивность агрессора становится все агрессивнее. Россияне настолько мирные, что угрожают ядерным пеплом всего лишь раз в день. Это же немного. А о том, сколько они могли бы угрожать, говорят пропагандисты, как бы намекая, да что там, прямо указывая, что это Путин сдерживает всех от мести. Представим себе зеркальную ситуацию. С территории Мексики российский офицер сбивает российской ракетой американский военно-транспортный самолет над территорией США. Какова реакция? Хорошо, что в Кремле ненервные люди сидят. И спасибо за выдержку лично Путину. Да, у Путина выдержка просто железная. Он самый сдержанный в мире президент. Не матерится никогда. Вы опять согласитесь? Ну чушь какая-то. Просто его обманывают постоянно. А он все объясняет, прощает, надеется. Говоря языком российской дипломатии и Путина лично, терпило какой-то. Мы всегда сначала долго предупреждаем и разъясняем. Но в США почему-то считают, что быстро проходя из одного окна Вертона в другое и провоцируя Россию все больше, им это и дальше будет сходить с руки. Это уже про ветеранов СВО? Не пора ли Киселева за дискредитацию армии? Но где тогда остановиться и каков механизм торможения? Если остались лишь военно-технические методы, то тогда, как вариант, польский аэродром Жешев, что основная перевалочная база для западного оружия для Украины становится все более очевидной целью. То есть это еще не предел, утверждает Киселев на правах главного пропагандиста РФ, который и задает эту главную тенденцию как бы против войны, но за нее обеими руками. Хотя о чем-то я, если даже их там самый главный говорит, что репрессировать будет всех. Независимо от национальности, плевать, украинец, русский. Мы никогда не делали разницу между русскими и украинцами, между Россией и Украиной. Вообще, подавляющее большинство тех, кто жил на Украине, и абсолютное подавляющее большинство в России, всегда считали, что это фактически одно и то же. Даже латышей, латвийцев и эстонцев агрессировать российский мирный разум может все, что найдет. Пока, конечно, не встретит сопротивление. Таллин сегодня вышлет из страны главу эстонской православной церкви Московского патриархата митрополита Евгения. Власти не продлили ему вид на жительство, несмотря на многочисленные просьбы духовенства и прихожан. В департаменте полиции заявили, что он представляет угрозу национальной безопасности из-за принципиальной и публичной поддержки СВО. Вот тут, например, подстегивают идею защиты русскоязычного населения в балтийских странах. Они вообще сейчас, можно сказать, под ударом российской доброты и дипломатичности. Именно по этому поводу защита ущемляемого русскоязычного населения. Вот дедушку выгнали, помните, который настолько русский и любит родину, что не хочет жить в России, а хочет жить в Латвии. 13 членов СИПИ осталось в Латвии. И не знаю, что за строй в Латвийской республике, что за национализм возражается. Потому что 25 лет сегодня исполняются мои работы в качестве президента Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества. И вот сегодня 25 лет. А в понедельник организации, состоящие из 600 членов, в основном граждане России, ее не будет. Ну, военный пенсионер. Ну, глава Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества. Ну, что тут такого? Это как Россотрудничество в Украине, которое было. Ничего ужасного в организации нет. Просто шпионят, не мешайте. Только потом этот, скорее всего, русский разведчик стал героем российских новостей. И жертвой режима нацистов в Прибалтике. Это цитата была. Слушай, но ключевой принцип закон обратной силы не имеет. Ну да. Вот в Латвии все имеет. В Латвии на самом деле это не нравится. В принципе, юриспруденция. И, кстати, у него еще такая история была. Именно он подпадал под другое правило. Его не могли трогать, потому что он был заключен между Россией и Латвией в 1994 году. Закон о военных пенсионерах. Он военный пенсионер, но это было очень давно. И его не имели права еще и на основании этого закона трогать. То есть там нарушено все, что только можно нарушить. Еще один пример российской миролюбивости. Это Соловьев. Он и мухи не обидит. Просто всех речь, а мух оставить. Такой, наверное, слоган у человека. Ну, вот такое, только добро. Война должна быть перенесена в Россию. Российские военные объекты и штабы должны быть уничтожены. Мы должны сделать все, чтобы дать возможность Украине уничтожить не только нефтеперерабатывающие заводы в России, но и министерства, командные пункты. Пришло время русскому народу понять, что у него есть диктатор, который жертвует будущим России, который жертвует будущим российской молодежи, включая этнические меньшинства. Россия, по сути, приносит в мир войну. Все правильно сказал. В принципе, может быть, даже впервые в жизни. В России вообще все добрые. Не устаю повторять. Даже депутаты. Посмотрите, какая литература, проза, книги пишут красиво. В Москве сегодня представили всадников апокалипсис. Так называется книга известного правоведа председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. Причем про войну они говорят почти в любом предложении. Везде войну можно всунуть, даже если просто всего лишь подлизываешься к Путину. Не знаю, сколько лет нужно учиться ораторскому искусству, учиться искусству драматургии, писательскому искусству, искусству, как сейчас модно говорить, стори-теллинга, то есть построение истории, чтобы закончить такое программное историческое интервью вот так. Оно же закончилось так, что мы, например, с Тиграном, когда смотрели его в прямом эфире, мы прослезились оба. Он мужчина, взрослый дядька уже, тем не менее. Вот от этого и они крикнули, русские не сдаются. Как можно не прослезиться? Я полагаю, что Владимир Владимирович никаких школ по ораторскому искусству и искусству драматургии не оканчивал, а есть люди, у которых это врожденно. Это, конечно, завидовать будем, товарищ Берия. Ну а тут я совсем не удивлен. Это просто Мария Захарова, просто второй по главности дипломат в России. Та идеология психотерапевтического, так сказать, содействия выходу людей из этого внутреннего кризиса, как вы знаете, эта сторона не только юристов уже стала, но и психологов, которые применяли антидепрессанты, все это уже не помогает. Поэтому посмотрите статистику, вы увидите, как идет легализация от штата к штатов наркотических средств. Предлог некая медицина, но на самом деле они так и пишут, для психологических каких-то там, так сказать, снятия каких-то психологических проблем. А на самом деле эти самые магазинчики, которые продают все виды, если я скажу дури, будет, конечно, не дипломатично, но это так. А вот и первый по значимости дипломат в России, он, как обычно, пытается сказать что-то о политических сигналах, дипломатических жестах, но получается обычно, как обычно. Я напомнил, что где-то уже исчерпан лимит этих жестов, а с их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке. Но как-то получается, что агрессивные все страны, которые окружают Россию. Странно, почему? Все пытаются напасть на Россию и Беларусь, это как крестовый поход, любой ценой захватить союзное государство. Там в Москве даже гроб господен стоит. Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего. В России, в принципе, все спикеры гениальны. Бывший президент говорит, начинать войну было правильно. Ну, говорит, Украина полностью под западным контролем, поэтому надо на нее напасть, чтобы защитить свой суверенитет, потому что мы миролюбивое государство. Если у вас не получается связать все это в одну логику, то это как язык медведева вечером не вяжется. Вот этот пресловутый порядок, основанный на правилах, кто его видел? Где он существует? Это не документ организации объединенных наций, это не международная конвенция, это не закон. И тем не менее нам постоянно тыкают этим порядком и говорят, вы должны этому соответствовать. А почему? А потому что так решили Соединенные Штаты Америки, что вот такой порядок, который они где-то там у себя одобрили, является образцом для всего человечества. В общем, для полного счастья этой агрессивной машинки не хватает только какого-нибудь сумасшедшего водителя троллейбуса. А хотя нет, такой тоже есть. Тогда у нас комплект, переходим на следующий уровень агрессии. Не забываем ставить лайки, не забываем писать комментарии, свои мысли и выражать ваши отношения ко всему, что происходит. Не забывайте подписываться на мой канал и на канал 24, это важно. Спасибо и берегите себя.